Тема 721, магниты из алюминиевых банок А вот несложный бизнес для пенсионеров. Пока одни зарабатывают сдачей алюминиевых банок на переработку, другие могут из тех же банок делать произведения искусства, ну, или просто оригинальные магнитики и украшения. Именно этим и занимается на своей кухне пенсионерка Джанет Калинс, подбирает на улице выброшенные алюминиевые банки из-под пива и лимонада. Отмывает их и вырезает из них картинки и делает из них магнитики и оригинальные украшения. В своей работе она использует инструменты для скрапы букинга и резак по металлу. Магнитики она делает разные, от баскетбольной корзины, машин и самолетов до лошадок и зверюшек, это, скорее. Для детей Делать магниты сегодня нетрудно. Точную технологию не знаю, но знаю, что есть специальная магнитная бумага, она бывает разной толщины, со специальным магнитным слоем. На эту бумагу просто наклеивается нужное изображение, а затем это изображение вырезается по контуру. С таким рукодельем справится не только пенсионер, но и школьник. Продает пенсионерка свои магнитики на местных ярмарках, собирается выходить на розничные магазины для реализации, здесь подойдут магазины подарков. Интересно то, что пенсионерка уже придумала имя своему бренду, он с Аннецриатианс, продает свои изделия под. Этим брендам и не забывает указать свой телефон, для будущих заказов. Покупают ей магнитики и украшения не только потому, что это оригинально, прикольно и помогает сохранить окружающую среду от загрязнения, но чаще всего именно из-за приверженности к тем или иным напиткам. Если девушка любит пить Кока-Колу, то на такие сережки она, конечно, обратит внимание. Лучше всего у Дженит покупают магниты, сделанные из банок от Mountain Day и Дэр Пейпер. Я, конечно, не сторонник таких напитков, но американка молодец, нашла способ, как заработать на том, что валяется под ногами, чем-то ей идея похожа на сумки из парусины, там тоже создаются новые изделия из старых. Парусов. Затраты нулевые, инструменты она наверняка заимствует у мужа-рукодальника, который, кстати, тоже руками зарабатывает, делает самодельные ручки, из акрилы и дерева. Пенсионерка занимает свое время творчеством, а не ворчанием и сплетнями, развивает свою фантазию и живет со своим мужем на одной волне. Вот так посмотришь на них и подумаешь, а много ли для счастья человеку надо. Музыка. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok